Приветствую всех, кто продолжает оставаться оптимистом, несмотря ни на что в этом безумном мире. С вами снова Алиса Пилипчук, и в этом видео я буду вам рассказывать о своем очередном заказе по каталогу Арифлейм номер 5. И начну я, как обычно, с каких-нибудь там расходных материалов, то, что я заказываю себе постоянно, постоянно. Я заказала себе вот такой вот скраб для тела из серии Discover, который называется Пляжи Майами. Скрабами для тела я очень люблю пользоваться. Вообще, это такое приятное ощущение. Сейчас, кстати, я посмотрю, какие у него скрабирующие частички. Не слишком ли они... Ой, аромат, кстати, тут... Приятный аромат. Вы знаете, такой ягодный. Аромат у него ягодный, а скрабирующие частички у него мелкие, совсем маленькие. То есть, это не такой скраб, который там совсем сделает вам такой мегапилинг по всему телу. Это, скорее, такой приятненький массаж кожи. Вот просто, чтобы было приятно. Вот все. Иногда я пользуюсь скрабами для тела вместе с гелями для душа. Иногда вместо гелей для душа. В общем, вещь приятная, ароматная и веселая упаковка. Вот такой вот скраб для тела. Следующее, что я себе заказала, это тоник. Тоник из серии Optimals. Он предназначен для комбинированной и нормальной кожи. И в нем, как написано, есть эффект осветления. Я очень надеюсь на этот эффект осветления, поскольку пигментацией я обладаю небольшой. Я очень надеюсь, что он немножко поможет мне избавиться или хотя бы уменьшить ее проявление. Вот. Раньше у меня был тоже голубенький тоник из серии Optimals, но без эффекта осветления. Просто для нормальной комбинированной кожи. В этот раз я попробовала взять себе тоник с эффектом осветления. Буду осветляться. Следующее, что я взяла себе в этом каталоге, это вот такую вот систему по уходу за волосами, которая предназначена от выпадения волос. Ну, или стимулирующая их рост, как здесь заявлено. Заявлено, что эта система содержит активные ингредиенты, которые были протестированы и показали позитивный результат, что они все-таки стимулируют рост волос. Итак, в эту систему входит шампунь, потом тоник-активатор роста волос и спрей для волос, который придает объем тонким волосам. Вроде как тоже противопадение. Как вы заметили, в этой системе нет кондиционера. Это немножко минус, наверное, вот как для меня, потому что я привыкла все время пользоваться кондиционерами. Но я так поняла, что этот спрей, который, по идее, должен придавать объем тонким волосам, наверное, должен действовать и как кондиционер, я так подозреваю. Вот. Кто следит за моими видео, тот, наверное, знает, что у меня проблема с выпадением волос. Особенно вот еще с прошлого года все началось. Катастрофически лезут волосы. Кто не следит за моим видео, открою вам секрет, что с каждым моим новым видео волос у меня становится все меньше и меньше. Поэтому не исключено, что когда-нибудь вы посмотрите на меня совсем уж. Шутка, конечно. В общем, надеюсь, что эта система поможет мне избавиться от катастрофического выпадения волос. Или, по крайней мере, простимулирует рост оставшихся. Посмотрим. Так, следующее, что я заказала, это вот такой крем для век из серии Eco Beauty, который греет мою зеленую душу. Потому что серия Eco Beauty у Арифлейм, это серия органической косметики, уходовой, вот, которая содержит органические ингредиенты, которые имеют сертификацию, имеет сертификацию, вот здесь даже на упаковке написано, вот, пожалуйста, если вам видно, имеет сертификацию EcoCert, имеет сертификацию Vegan. Крем заявлен как разглаживающий. Сделан он в Польше. Сейчас я при вас его распечатаю и попробую проверить консистенцию, запах. Кстати, насчет запаха мне вот очень важно, вот реально мне очень важно, чтобы любой крем для век ничем не пах. То есть, чтобы у него отсутствовал вообще какой-либо аромат, потому что как только крем для век чем-либо пахнет, это сразу начинает раздражать мои глаза. Вот, я сразу чувствую глазами запах крема, поэтому, если в нем есть какие-нибудь интенсивные одушки, скорее всего, он мне не подойдет. Вот так вот он выглядит, такая упаковочка миленькая, тут целая инструкция, как им пользоваться. Вот, вот так вот тюбичек выглядит. И я сейчас, сейчас посмотрю, какая у него консистенция. Ой, вы знаете, он совсем жиденький. Он практически ничем не пахнет, но все-таки присутствует какой-то запах, вы знаете, чувствуется, что он как бы натуральный, потому что он пахнет какими-то отдаленными растениями. Вот растительно-травянистый, лимонный какой-то запах у него. Но не резкий, не интенсивный. Вот, а консистенция, ну, совсем легенькая. Ну, вообще, легкая-легкая такая, вы знаете, ну, вообще не жирный, такой чуть-чуть даже водянистый. Вот, ну, посмотрим, как он будет, конечно, на мои глаза действовать. Я, конечно, на него очень надеюсь, вот, поскольку недавний крем для век мне не подошел, тоже из Арифлейм. Вот, расскажу о нем в своих пустых баночках, если буду снимать, конечно. Вот, и надеюсь, что этот крем все-таки оправдает мои на него большие надежды и будет радовать меня и своим происхождением органическим и действием на мои веки. В каталоге номер 5 вместе с основным каталогом шел вот такой вот мини-каталог номер 5, продукты из которого можно было заказывать при условии, если сделать заказ на сумму 100 гривен из основного каталога, единовременный. И в этом вот мини-каталоге я выбрала для себя, во-первых, это вот такую вот детскую зубную пасту, она тут очень по маленькой цене шла, вот видите, каталожная цена 14 гривен, а для консультанта там 12, наверное, или даже еще меньше. В общем, мне кажется, что это очень хорошая цена, как для такой вот тоже расходной вещи, которая нужна тоже все время, и каждый раз мы ее тоже постоянно покупаем. Она предназначена для деток от 2 до 7 лет, нам как раз подходит. Вот она, конечно же, запаяна, но она, кстати, пахнет еще... Ой, пахнет прямо через запайку. Хоть она и запаяна, но она пахнет. Не знаю чем. Клубничкой. Наверное, клубничкой. В общем, вот такую вот зубную пасту я заказала. И еще я заказала вот такие вот прекрасные девчачьи очки, солнечные очки для моей доти. Я сейчас вам буду их показывать. Вот так они выглядят в упаковочке. Кстати, моя дочь еще их не видела. Представляю, как она обрадуется. Вот так выглядят эти очки. Вот так вот. Для небольшой вот такой вот, я так смотрю, головки, личика. Посмотрим, как оно будет выглядеть на моей дочке. Должна вам сказать, что какого бы качества ни были Арифлеймовские очки, вот иногда попадаются хорошего качества, иногда попадаются вот, ну, разное бывает. Вот, но я хочу вам сказать, что у всех Арифлеймовских очков очень хорошая защита от солнца. Вот здесь даже написано, что UV 400, да? UV Protection 400. Коэффициент 400. Это очень хорошая солнцезащита для глаз. Это вообще полезная и нужная вещь. Это не просто какие-то там стеклышки там тонированные. Это реальная защита век от солнечного излучения, вредного солнечного излучения. Такие они красивые, розовенькие. И у них вот в уголочках такие вот вишенки есть, да? Очень веселые. Ну, тут еще такие горошинки беленькие. Если видно, беленькие точечки. Все очки в горошек. Я больше всего из всего моего заказа довольна именно вот этим вот продуктом, поскольку у нас еще пока что нет детских солнцезащитных очков. Это наши первые. Посмотрим, как они будут смотреться вживую. Скоро уже будет солнышко довольно-таки интенсивное. В глазки оно очень сильно светит, оно мешает смотреть. Но зато у нас будут вот такие красивые розовые очки. Ну что ж, все. Это было все на сегодня. Это был весь мой заказ из пятого каталога. Спасибо всем за просмотр. И я желаю вам всем быть красивыми, счастливыми, любимыми. И мира вам всем. Всего самого лучшего. Пока. Все сначала. Из каталога Арифлейм по каталогу... Ой, еще раз. Это просто проба. А, кстати, чем она тут пахнет? Не знаю, на меня подойдет. Вот так я выгляжу в детских солнцезащитных очках. Хочу тебе дещо показати. Что? Дивися, что я для тебя купила. Окуляри. 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 А ну помиряй. Не так. Не так. Переверни так. Ох ты. Ох ты. Яка ти будешь цікава. Окуляри. Ох, и окуляри. У меня таких еще никогда не было. Еще никогда не было. А теперь есть, да? Да. Будешь носить так хорошо. Это когда солнце будет очень красивое на улице. Уже лишь и тоже есть. Сейчас есть, но оно за хмарками. А лежали, что они ходят в книжечку. Ну да, в книжечку. Но в книжечку будет не зручно дивиться в таких окулярах. Потому что мы сейчас в комнате, и солнце не очень сильно светит. Может, ты сейчас снимешь окуляри, пока в книжечку дивишься? Нет. Почему? Потому что они мои счастливые. Твои счастливые? Моя ты солнечка.